также преодолеть духовный эгоизм вам позволит сострадание кто знает что такое сострадание именно самого понятия сочувствие плюс делами сочувствую что ты делаешь а если ты сочувствуешь и ничего не делаешь это не сострадание иногда из знака иногда возникает такая ситуация когда тебе надо вмешиваться ты видишь ты сострадаешь человеку но ты не вмешиваешься сострадание это вот то что например алексей васич приводит такой пример сострадание совместное страдание но это не значит что вы например начинаете погружаетесь в это страдание сострадание это способность поставить себя на место другого человека то есть чувствовать его боль чувствовать его страдания это когда когда вы прям буквально физически ощущаете боль человека вы смотрите на человека например вы смотрите человека на человека видите что он например болеет или у него проявляется какая-то ситуация в жизни и вы прямо начинаете чувствовать например это может проявиться когда обижает животных наверняка чувствовали так когда видите например бьют там собаку тапком нет вот именно как раз не впадать это омраченное состояние важно да но не погружаешься в этот морок ведь вы можете не воспринимать его их страдания так и вы можете абсолютно не чувствовать будет абсолютным сахарем ну просто не воспринимать какие-либо каких-либо людей их проблемы это очень часто проявляется кстати жалость до жалость это вот как раз проявление когда вы впадаете там мой как тебе плохо жало жалость от слова жало жало до жалить это очень важно понимать что жалость и сострадание вещи разные то есть вы естественно должны иметь способность чувствовать боль других живых существ но в то же время вы не должны их жалеть то есть погружаться в морок тонко естественно такое понятие естественно начинаешь понимать проблемы других людей или например моей семье это традиция такая рыболовная грубо говоря и на определенном раннем в определенном раннем возрасте я занимался рыбалкой вот я ходил рыбачить это была такая страсть мужская знаете я на самом деле рыбу практически не ел никогда в жизни я просто я не мог есть как вообще можно рыбу есть не понимал но именно страсть добычи у меня была и мне просто приучили к этому детстве там отец водил на рыбалку на на речку там на озера ездили мы на донки рыбачили но на пути своего духовного развития в какой-то момент я заметил такую вещь мы поехали однажды на рыбалку я поймал рыбу на удочку и я помню как я вытаскиваю удочку вытаскиваю эту рыбу и знаете я прям вот тащу вот эту рыбу беру эту рыбу в ладонь вытаскиваю крючок я прям чувствую насколько ей больно на самом деле сейчас это была последняя моя рыбалка я всех пор всех пор понял что ну и в пень эту страсть рыболовную думаю больше я рыбачить не буду вообще с тех пор эти донки там удочки гниют где-то там мой младший брат ходит рыбалку и ничего ему не берет ему говорю ну что ты делаешь я бы запретил брать мою эти снасти они там валяются где-то на чердаке их запрятал подальше от него вот и надеюсь он их не нашел надеюсь что они сгнили там в сырости уже сострадание мы с вами отчасти разобрали но в то же время вот есть такая ситуация бегают здесь собаки так ведь и саша берет и ставкам начинает их гонять шлепает их сильно делает им больно эти собаки но чувствует боль так ведь они чувствуют боль они убегают если не понимать что такое сострадание то можно то можно подумать так ложитесь хоть где здесь лежите то есть вообще хоть обложите меня облизывайте там мешайте рассказывать о каких-то духовных вещах на самом деле когда человек какой-то какое-то животное начинает мешать передачи каких-то знаний мешает гигической практике можно такой пример привести она очень сильно кормует считается что такое животное или человек они попадут в очень крайне низкие миры и когда вы пресекай пресекаете делание таких негативных вещей как мешание о передаче каких-то знаний мешания занятий йогой то это очень позитивный оборот это как раз и есть проявление сострадания вы не даете этой собаки например родиться в следующей жизни каком-нибудь в аджерном аду представляете себе здесь мы с коли помню шли обходили скоро вокруг храма и там был один монах перед ним появилась собака он прям присел перед ней взял ее за лапы а как раз статуя перед ним была поднимается лапы у этой собаки и изображает поклон поднимают лапы у этой собаки изображает поклон то есть что он в этот случай сделал он позволил этой собаке до поклониться перед буддой то есть он позволил этой собаке накопить заслугу такой что будет с этой собакой я скорее всего скорее всего народиться следующей жизни человеком то есть не известно конечно в каких условиях но в любом случае это уже будет еще один шанс скажем так на духовное развитие мне так очень понравилась картина я думаю да да незнание правил не освобождает тебя от ответственности понимаешь еще один пример приведу это взаимоотношения отца например и сына когда энергия накапливается внизу у человека начинает неизбежно проявляться какие-то эмоции страсти там дурить начинают грубо говоря когда вы ему дать и сери меня подзатыльника грубо говоря энергия поднимается уровень сознания поднимается просто то же самое что веником принципе то есть веником гоняйте когда у человека по спине принципе принцип тот же самый или есть еще более жесткая практика кого же так билета по-моему телопа на ропу так бил вот тело на ропа вам тормозил короче жутко тело пытался объяснить какие-то вещи объяснял объяснял там а телопа естественно чувствовал мысли на ропа понимать что на ропа просто не втыкается в один прекрасный момент просто развернулся снял тапок и по башке стимулировала бы сахасрару да и вот тогда тогда у нас наступило просветление так сказать и он начала создавать некоторые вещи у нас нас до подъем энергии то есть сознание человека вот вы почувствуете автоматически чувствуете кусочек этого тела так ведь вы внимание переправлять сюда таким образом вы переносите энергию если у вас это тапок большой там это еще круче если ты ремень с бляхой такой знаете армейской это еще тоже круче есть очень хорошая притча у нас на сайте все читали трое детей мастера ванна читали рекомендую всем прочитать вкратце расскажу был такой мастер китая мастер ванн которого было трое трое детей и однажды все эти трое детей решили прийти к своему отцу первый сын ему начинает говорить отец тут у меня такая ситуация я понимаю конечно себя ты хотел бы чтобы я был твоим продолжателем рода ты бы хотел бы чтобы ты бы хотел гордиться мною вот извини пожалуйста к сожалению мужчины мне в этой жизни нравятся больше чем женщины к сожалению говорит из этих из всех этих мужчин больше всех не нравится вон тот говорит который живет в той деревне и зовут его так то ты не будешь против если я его приведу к нам домой мы будем спать в одной постели сидеть вечером у камина греться там взявших за руки второй сын подходит говорит папа ты знаешь я к сожалению вырос пацифистом я за я понимаю конечно чтобы ты что ты хотел бы чтобы я был воином там к шатрием чтобы я там стал каким-нибудь сотником в сотне какой-нибудь казачий китайской казачьи сотни вот извини пожалуйста я вот такой пацифист не могу смотреть вообще на оружие не могу смотреть на страдания людей ты не будешь против если мы из свинарникова и свинарника нашего заберем свинью говорит заведем ее домой я буду вместе с ней там жить периодически и кормить там ходить ее и лелеять подходит 3 подходит третий ребенок ответить сейчас послушай подходит третий ребенок подходит дочка она говорит папа ну ты знаешь я вот такая красивая элегантная утонченная я хочу пожить для себя я хочу самореализоваться я хочу устроиться в офис на какую-нибудь крутую работу я хочу много зарабатывать там и так далее и так далее отец естественно у отца начинает такое возмущение подниматься когда трое детей подходит к нему и говорит такие вещи у него появляются такие мысли ну и что что я вот сейчас считаю что моим детям нужно то-то нужно уважать их мнение нужно проявить сочувствие нужно быть толерантным что этот тиран такой говорит из прошлого какие-то традиции привношу пусть делают что хотят ну и он тогда говорит будь по-вашему живите как хотите проходит 10 лет соответственно через 10 лет уже первый сын умер от гепатита второй сын живет свинарники со свиньями пьет алкоголь постоянно то есть уже практически невменяемом состоянии дочь на поначалу она добилась большого успеха начала зарабатывать большое количество денег у нее было большое количество там фирм большое количество мужчин в конечном счете она состарилась кстати вот именно те женщины которые очень часто меняют мужчин очень часто меняют партнеров они очень быстро очень быстро старятся конечном счете она находит себе молодого мужчину этот молодой мужчина и и кидают на деньги то есть поделает там ее подпись осуществляет рейдерский захват так называемый она теряет все свое имущество она в итоге была вынуждена вернуться вновь к отцу и и постоянно в депрессии пребывала и постоянно читала манту такую все мужчины козлы все мужики козлы этот мужик этот мастер ван был вынужден таскать там за ней горшок смотреть на то как сын его в свинарнике живет алкоголь постоянно потребляет в общем очень страдал этот мастер ван конечном итоге он приходит однажды в гости к другому мастеру джу и смотрит как тот живет ну то есть там тот у того жизнь просто прекрасно его дети там первый сын стал ученым каким-то вышел удачно вернее женился на дочери какого-то судьи то есть у них там большой дом большой материальные блага в общем у него присутствует второй сын стал атаманом там казачьим китайском войске стал сотником у них в общем на тетям гордиться все боятся там его друзья уважают за то что он может помочь дочь соответственно он смотрит дочь прямо во дворе играя с внуками то есть пять внуков муж ее там очень очень доволен мастер ван такой спрашивает ну как же как же ты добился этого говорит как же как же это такое возможно разве тебе 10 лет назад твои сыновья там и дочь не не подходили и не спрашивали там не со странностях не говорили такой да было такое ну а как что-то им сказал да им сказал говорит что если они не перестанут дурить я сейчас лопатой совковой прибью и прикопаю вот здесь в огороде с тех пор у них все стало в порядке и они пошли верным путем вот это правильный подход правильное понимание сострадания с тех пор учение о личной свободе пошло на закат в китае а учение просветленной лопатой пошло вверх вверх распространилась повсеместно